О том, что знаменитый завод был эвакуирован в глубокий тыл, до наступления фашистов знали. Но на оставшихся станках жители продолжали работать и ремонтировать военную технику. В культурном центре имени Любови Орловой в рамках патриотической эстафеты памяти «Салют Победе» прошла торжественная передача символов Великой Отечественной войны от территориального управления Звенигород к лесному городку. В этом году эстафета посвящена городу-герою Туле. Концерт начался с гимна России и выступления творческих коллективов. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое мент и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Такие мероприятия, они поднимают дух нашему народу. Это вера в наш народ. Это, знаете, может быть, как говорят, сверху там виднее, но дело в том, что это передается и воинам нашим. И до них тоже доходит информация, что мы их поддерживаем таким образом. Большая часть зрителей в зале – дети. Ведь этот проект, инициированный главой УКРГ Андреем Ивановым, направлен прежде всего на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это очень ответственно. Знать своих героев, не забывать то, что победу делали наши воины Великой Отечественной войны. Они победили фашизм. Символ победы передали кадеты школы «Квантум» имени героя Советского Союза Василия Фабричного. Ребята долго готовились к мероприятию и репетировали. Желающих принять участие в эстафете было много, однако ответственное дело поручили отличникам. Никите Волошину посчастливилось передавать знамя победы. О войне он знает многое. Для меня это очень важно. У меня из семьи воевал прадедушка мой, а прабабушка у меня отправляла теплые вещи на фронт. Вязала их и отправляла зимой. Переданные символы победы будут находиться в лесном городке в течение недели. За это время они побывают в школах, детских садах и учреждениях культуры.